Есть три этапа деградации человечества. Первый этап. Женщина имеет очень усиленные женские недостатки. Смотрите, первый этап деградации. Женщина становится очень чувствительной, мужчина становится очень грубым. Легко жить таким людям? Тяжело, но это первый этап деградации. Они все равно могут жить вместе. Им, по крайней мере, есть какая-то перспектива. Перспектива на втором этапе уменьшается, когда женщина становится грубой, а мужчина чувствительной. То есть мужчина становится женственным, а женщина мужественной. На этом этапе уже безнадега, потому что женщина-то может надеяться на то, что муж когда-нибудь начнет работать. А качества нет. Если женщина грубеет, она получает мужчину мягкого. Так создано, иначе не получится. Вот представьте, женщина мужественная, она еще мужчину мужественную получает. Как они жить-то будут вместе? Они убьют друг друга просто. Не получается. Или женщина мягкая и мужчина мягкого. Они будут как две ватрушки просто сидеть в доме и все. Что за жизнь такая? Нужно, чтобы кто-то что-то делал. Хотя бы какой-то баланс должен быть. Понимаете, Бог всегда баланс создает. Допустим, мне жена говорит, что у нас за жизнь с тобой? Ты постоянно, тебе жарко, окна открываешь, я постоянно мерзну. Какая же гармония? Я так задумался, думаю, что же неправда у нас, что же за гармония такая? Я нашел, да, вот такой трактат. Интересно, старый такой трактат. И начал читать. А там все иносказательно. Но мне нормально, я и так понимаю. И там написано «Гармония в семье». И написано «Медленная, быстрая». Я очень быстрая, жена медленная, мы с ней ходить даже вместе не можем. О, это наше. У нас гармония. Потом написано «Горячая, холодная». Потом написано «Грубая». Ну, то есть все, классно, супер. Ну, то есть эта гармония просто меняется местами. Но есть еще третий этап деградации, о котором так не хочется говорить. Не надо? В лечебных целях скажу. Маленькие-маленькие, низенькие-низенькие. Ну, тихонечко скажу. На третьем этапе деградации женщина не может жить с мужчиной. И у ней появляются половые чувства к женщине. А мужчина не может жить с женщиной. И у него появляются половые чувства к мужчине. Мои хорошие. Понимаете? Если люди не развиваются нравственно, они превращаются в животных просто. Поэтому цель человеческой жизни — это самосовершенствование. Не экономический прогресс, к которому мы стремимся. Не еще что-то. Только приближение к Богу. Когда человек приближается к Богу, все опять возвращается назад. И каким бы он ни был там голубого цвета или там вообще еще какого-то уже совсем небесного. Понимаете? Вот. Если он к Богу приближается, у него все возвращается назад. Мужчина становится мужчиной, женщина становится женщиной. Все возвращается назад, мои хорошие. Да, ваш вопрос последний. Можно уехать с детьми куда-то. Но при этом некуда означает просто зависимость. и все. Всегда человеку есть куда уехать. Мир огромный. Нет? Сказать, я просто не могу сейчас с тобой жить, потому что я тебя люблю, хочу с тобой жить, но ты ведешь себя жестоко, и поэтому я сейчас пока буду жить отдельно. И ставить условия такие. Это даст сильное воспитание мужчине. Мир огромен, всегда есть. Бог всегда найдет. Если вы делаете правильно, Он всегда вам даст поддержку. Верьте в Бога. Не верьте в обстоятельства, верьте в Бога. У меня была ситуация такая. Я прилетел в Израиль, но я не знал, надо ли платить за вот, ну, чтобы там марку какую-то, там в некоторых странах, я в Таиланд ездил, там марку дают, штамп ставит, 40 долларов надо заплатить, входишь в страну. Я знаю, что без визы, но не знаю как. И я это вспомнил, когда я уже шел на паспортный контроль, а у меня были только рубли с собой, и тут не так много. Я полностью как бы чувствовал заботу организаторов, и у меня не было денег с собой фактически. И мне Бог в сердце сказал, иди, иди и спроси, потому что, ну, как бы я тебя защищаю, я сам все организовал, это не твоя проблема. Я подошел и спросил, мне сказали, никаких денег, все нормально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!